Да, мы продолжаем. Для тех, кто не ушел. Для тех, кто не ушел. Для тех, кто не ушел. Ну, все будет. Запись будет кроме Мишиного сообщения. Я постараюсь быстренько сложить. Хорошо. Вот, да. Не извиняюсь, время позднее. Эээ... Примерно, наверное, да. Нет, спасибо. У меня, как бы, тема Василии, она как бы более приземленная, скажем так. Гораздо менее миссия. Она гораздо больше нашла нашу актуальность жизни. И мне кажется, она пройдет довольно бодро. Значит... Я хотел сказать два слова. Я хотел из книги Дворин, Рафханан Парата. Парата. Очень много народов. Парат, поскольку, нужно запись. Нужна запись. Она парад на всем известный. Правильно. Очень известный человек. Ээээ... Просто в двух словах, может быть, для... Будет записи народ, те, кто не знает. Он называется Элит Квар... Да? Да. Да. Ну, как... Ну, как... Да, да. Да, да. Он родился в Кварационе. Правильно? Он был свидетелем в 48-м году, когда Кварацион упал. Он был Цанханом, парашютистом, который участвовал в освобождении Иерусалима. Он один из основателей Гуши Муним поселений. Был очень известный человек в Кнессете. Кроме того, для нас, лично для нас... Да, мы знаем Ханапарат, когда мы с тобой приехали, он нас встретил. В общем, это очень близкий нам человек. Да. Более того, принимал непосредственное участие в издании. В издании. Ну, ты, который на середине, который сейчас сидит, там, на муниципалитете... Окей. Да, все правильно. Вот. Мне очень нравятся его комментарии. Вот эта последняя книга, значит, «Дворим», она вышла совсем недавно. Да? Да? Значит, я скажу. Тема у него называется так. «Геула» влит «Шува», и дальше стоит «вопросительный знак» и «Геулалы лот най». И стоит «вопросительный возлицательный знак». То есть, как бы, такая сильная вещь. Я перевел расширенно по-русски так. Сначала «Шува», потом «Геула», или «Геула без условий», как ответ на этот вопрос. Это объяснение современному кризису общества. Да? Значит, у меня есть некоторый план. Вот про Ханапарат я рассказал. Теперь дальше. Просто буквально двух словах. Двух слова, как мне кажется. Его шита, как я понимаю, в его статьях в недельном разделе, она такая. Он идет все время по некоторой схеме. Она мне нравится. Он делает разбор классических комментариев на тему этого недельного раздела. А потом от него переходит к современным комментариям, во-первых, Раф Кух, и, во-вторых, его учитель Раф Цвиуда Кух, который сын ученика Рафа Куха. Дальше он, обобщая все это, как бы приводит такую мысль, что это как бы ему не хватает. И он приводит свой собственный комментарий и привязывает его к израильской действительности, что мне тоже как бы очень нравится. Ну и как бы, я не знаю, может быть это банально звучит, но тем не менее, для меня это не банально. В моих глазах его комментарий, он является, во всяком случае, из того, что я видел и читал, он воплощает, он очень эмоциональный, и он воплощает вот этот три единый принцип Тарат Исраэлям Исраэль Эрдзи вот в одну некоторую общий блок. Окей? Не в качестве персоны, но тем не менее, в течение уже какого-то времени, там полгода, может быть, мы, я ведем недельно, еженедельно встречаемся и разбираем вот этот комментарий Ханан Парата на иврите и так дальше. Окей? Теперь дальше. Приступаю непосредственно к этой статье. Поскольку речь идет про Парашата Азину, то он вначале говорит, что Парашата Азину обычно выпадает на очень такой, ну, насыщенный период. Это либо между десять дней рассказа, Насерат Ямейдшуа, Йом-Кипур и дальше праздник Сукур. И говорит, что в этих Парашат Ваазину мы видим, да, который вообще называется «Песня» с большой буквы. Там есть, скажем, выражение трех капитальных вещей. Первое – это выражение ужаса. Уражение ужаса. Суда, где написано, извне губить будет меч, а изнутри ужас. Юноша, и девица, и младенца, и сведолаз, и так дальше. Двоин 3225. Дальше – выражение радости. Освобождение Геула. Сказано – воспойте племена и его народы. И, тем не менее, очень интересно, что в самой главе Ваазину нет вот этой связи, вообще не упоминается Чува. И нету связи между Геулой и Чувой. Да? Но в предыдущем разделе «Нецалим» мы видим, таки, да, есть прямая связь. Есть некоторая капитальная фраза, где сказано «И возвратишься ты Господу Богу твоему, и слушать будешь его гласа во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети все-все твои, все души твои, и возвратит Господь Бог тебя, твой племенников твоих». И так дальше. То есть ты сделаешь Чуву, а Господь возвратит тебя. Значит, давай сразу сказать некоторое такое спойлер, почему мне вообще все это вот как бы очень понравилось. В каком-то смысле понятно, что когда Ханан Парад говорит о Геуле, в его глазах это, прежде всего, возникновение государства Израиля. Как-то вас как бы пробудить, вас, тех, кто слушает в зуме, записи и так дальше. Небольшой спойлер, почему в твоих глазах в глазах Ханан Парад это очень важно. Действительно, я думаю, что в какой-то момент Рабаним были обязаны дать вопрос, каким образом происходит Геула на их глазах, и при этом ее делают Хилуни. И при этом нет тут шувы ответить на этот вопрос. Да, ответить на этот вопрос. И дальше. Я продолжаю спойлер, да, хотел в конце сказать, чтобы как-то пробудить, да. Я перепрыгиваю совсем к нам и говорю, на наших глазах мы видим процесс, он усложняется, становится гораздо более сложным. Реально мы видим на наших глазах происходит ломка. Ну вот просто за 36 лет жизни в Израиле я никогда не видел такой ситуации. При общении с родственниками, которые становятся больше, они часть религиозные, часть не религиозные, есть не религиозные. Я вижу людей, реально происходит ломка. К чему это все говорит? Потому что то, что мы сейчас будем разбирать, а мы сейчас перейдем к Гемаре на самом деле. Некоторые споры между двумя Танаями. Раби Лезар и Раби Йошо. И вот их спор, он в юг указывает, что они тоже бились над этим вопросом. Что будет? А мы это видим перед нашими глазами. Поэтому, как бы в моих глазах, чрезвычайно актуально о том, чем сейчас будем заниматься на протяжении, ну вот ближайшие сколько-то. Окей? Дальше. Значит. Миша была очень мистическая вещь. Как бы... Не-не, не тот Миша. Следующий. Миша? Что, что у него ничего не рассказали, что там такой стемь, а тут... Окей. Я отвечу. Значит, мой вот такой... Когда Миша говорили, он как побоялся, да? Вот. Да-да-да-да-да. Яшан-Хадаш, это вообще-то Ильадив на самом деле, да? Почему? Потому что это проводитель сионизма. Старая новая земля. Поэтому ты говоришь, вот, Яшан-Хадаш, Яшан-Хадаш, это вот эрацестра, это сионизм. Это старое новое. А как там? Альта-Ноэ-Лэнд. Вот это как раз бедюк сионизм, и как раз говоришь про нас. Ну, это так вот. Такой ответ, да? Окей. Теперь смотри. Сейчас у нас идет классический комментарий. Вот очень интересно, потрясающе говорит Ромбан. А что говорит Ромбан? Ромбан говорит, Ромбан, наш великий комментатор, отлично осознавал эту критическую точку. Какую критическую точку? Должна ли быть шува перед Геулой? То есть это тнай, либо не тнай. Да? И он говорит. Резюмируя этот небольшой, по объему, удивительный по стилю раздел, который по словам является... Дальше идет на иврите. Поправьте меня, если я правильно перевел. У Ромбана написано Штар Эдут. Штар Эдут. Я перевел это, как гарантом нашего... Вообще, это гарант. Штар Эдут, по-видимому, это какое-то выражение. Штар Эдут, говорится вот эта песня Азина, это Штар Эдут. Это некоторое свидетельство, которое для будущего поколения сказано о том, что да, знаете, будет освобождение. И вот, что пишет Ромбан, потрясающая вещь. И вот, нет в этой песне Азину, да, условия Геулы, видит шувы, и видит возвращение к службе Господу. А только свидетельство, это Штар Эдут, о том, что Всевышний нашлет на нас беды и несчастья. Да, вот это вот ужасы, которые описываются. Взыскиваясь нас, гневаясь на нас, но не истребляя окончательно память о нас, а вот что конкретно сейчас. Но затем смилостливается над нами и взыщет в пресне и твиклик наших мечом жестким и сильным своим и искупит грехи наши. А вот дальше я пришел жирным «Почему?» Ради имени своего. И вот тут в моих глазах, я думаю, Хан Портак же писал, начинается новая тема. Какая тема? Освобождение Геула происходит из-за того, что народ сделал шуву, либо по другой причине. Какая причина? За его имя. Ну, послушай, я не дочитал последнюю фразу. Последняя фраза Рамбана, вот в этом кусочке звучит так, исследует из этого, что эта песня, имеется в виду Оазину, это очевидная гарантия, там написано Штарыду, «Геулы против вероотступников». Вот вероотступников, это интересно, да? Там написано «Миним». Что имел в виду Рамбан? Я не знаю. То есть «Миним» какие? «Миним» среди евреев, либо «Миним», которые среди… «Выкрестов». «Выкрестов». Да, может быть. Почему? Потому что, опять же, еще один спойлер, я перепрыгиваю, вот у меня тут пятый, шестой пункт. Почему? Насколько это было актуально для Рамбана, настолько же это актуально для сейчас. Почему? Рамбан, Рамбан. Ему было очень важно в спорах, Ханан пишет, с христианскими теологами, очень может быть, что были выкресты, которые говорили о том, что никак… Да, 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 да. Которые утверждали, что никакой «Геулы» не будет, а это наказание вам вечное. А Рамбану было очень важно доказать, доказать, что это неправильно. что даже если евреи не делают полной тшувы, он все равно их освободит из-за своего имени и для того, чтобы наказать другие народы. Окей? Очень правильно. Идем дальше. Значит, теперь дальше. Рамбан, он только намеком указывает вот на тот самый диалог, спор между Раби Лезом и Раби Йошо, да, который находится в Татарке Санкт-Петербурге, 97-я страница, да, в отношении «Геулы». Значит, поскольку для нас это является определяющим моментом вот их спор, да, поэтому Ханан Парад приводит это целиком, да, я тоже считаю, что я на проекте целиком. Я бы, честно говоря, очень бы хотел сделать такую вещь. Я бы хотел, чтобы это было и на иврите, и на русском. Значит, может быть, можно кого-то из присущих попросить, наверное, правильно я сейчас все буду переводить на русский. Почему? Потому что это будет в записи 5-10. Если бы кто-то смог, да, параллельно читать фразу на иврите, я говорил по-русски, потому что эти фразы все... Там идея потрясающая. Значит... Не-не-не, да, у меня все распечатано. Не-не, у меня все распечатано. Я сейчас дам. А, ну, может быть, да. Ну, если не сложно. Нет, я думаю, нет. Они в основном будут слышать меня присутствующие, будут слышать иврите. Почему? Потому что весь спор между ними идёт такой. Они просто бросают друг друга на этот сутим. Они бросают аргументами. Причём, как почёт Канан-Парад, да, он вводит очень-очень странный диалог. Потому что обычно... Поправьте меня. Наверное, это действительно так. Обычно спорами-дотанаями они идут таким образом, что, допустим, когда один придёт аргумент, а второй хочет его оспаривать, они начинают его оспаривать для того, чтобы как-то как-то из него вылезти, чтобы параллельно не трогать. Они вообще абстрагируются друг от друга. Они просто забрасывают один, два этапа, друг от друга. Да? Хорошо, я не буду. Вот, Таня, раз, да. Сейчас, дай мне только... Я скажу первое, там есть... Итак... Сказал... Сказал ему радио шума. Так, вот начинается. Если Исраиль делает шума, он освобождается. А ещё никто не освобождается. Правильно? Правильно? Делают. Делают. Не делают. Не делают. Не делают. А если Исраиль не освобождается, то тогда Всевышний устанавливает над ними царя, указы которого жестокие, как у Амана, и тогда Исраиль делает шуму, но он возвращает их к праведности. Вот. И далее Гемар приводит дополнительную борьбу на эту тему. Рай Белезер говорит. Народ Израиля делает шуму, освобождается. Как сказано, Возвратитель сына отступники, и я исцелю неудобность вашу. Мы видим, что вот Рай Белезер, он всё время за то, что должен быть налик. Должен быть предварительное слово. Ильяш, мы типа будем параллельно читать. Хорошо? Я идиот сказал... Начинаю с Амана... Хорошо. Так что, Рай Белезер говорит, ради меня еще раз. Рай Белезер говорит, что с участвами на Земле и не участвами на Земле, и не участвами к Земле. Рай Белезер говорит, Рай Белезер говорит, оно уже сказано. Ребелез говорит, там написано, да? Да. Народ изображения, что значит Хинам. Хинама? Это означает, что вы ерунду занимаетесь. это толпоклонство, не за деньги будете избавлены, что значит не за деньги, не за шву, то есть вы не заплатите за него, да, то есть даром продано будет это толпоклонство, и не за деньги избавлены будете, не за шву, не за добрые дела. Яш, ты можешь дальше? 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 Яш. Яш, ты можешь дальше? 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 Яш, ты можешь здесь? Яшис, ты можешь дальше? Вообще вот этот сам этот спор, который тогда был теоретически, это спор, который сопровождает всю еврейскую историю рассеяния. Что надо сделать для того, чтобы кончилось мучение? И потрясающие слова Ханан Парата, который говорит по рабе Йошуа о том, что освобождение придет не из-за евреев, а освобождение придет в тот срок, который был назначен. А пазл будет составлен таким образом, что евреям ничего не останется сделать, кроме как быть вытесненным сюда на эту землю. Было сказано, что двое из одной семьи, одного из другой семьи и так дальше. Окей. Теперь дальше. Пишет про Рамбану, да? Теперь нам становится понятно, почему Рамбан так придерживался подхода рабе Йошуа и постанавливает, что эта песня Азина – очевидное свидетельство грядущей делы про леве, против веровья наступников. И пишет, почему? Понятно. Рамбан погружен в бездонную тьму средневекового изгнания и мужественно противопостоит христианским теологам, нагло утверждающим, что Всевышний отменил свое избрание народа из Рави и приговорился на вечное изгнание. Окей. Это Рамбан. Теперь переходим на современное нам время. И он цитирует, цитирует. Раби Цвиуда – это сын Рава Кука. И он говорит. Почему? Потому что он сам про это здесь пишет. Ханан Парад, который, по-видимому, был одним юношей, который учился в Ешиве. Они задавали те же самые вопросы. Особенно это было накануне Шестидневной войны. Каким образом может происходить это чудо, чудо возникновения государства Израиля, о котором мечтал народ, о котором эти споры. Тот же спор Раби Йошуа, когда это государство строится руками людей нерелигиозных, неверующих, самого государства. Не могли понять, какой ответ на этот вопрос. Вот интересный вопрос, который говорит Цвиуда. И вот что сказал Рав Цвиуда в 19-й годовщину независимости Израиля накануне Шестидневной войны. В трактате Санедрин выводит Раби Йошуа, что в отсутствии полной дшивы не задерживает дюлу. На мой взгляд, потрясающая вещь. Не задерживает дюлу. При этом оппонирующий ему в споре Раби Лезер не возвратил на последний аргумент и смолчал. А в юрславинском пануне написано даже более того. И удалился Раби Лезер. То есть молчание означает согласие. И этому же свидетельствует стих. Извешай обратитесь ко мне, ибо я избавил тебя. Избавил тебя стоит в прошедшем времени. Что означает? Что сначала я тебя избавлю, а потом ты обратишься ко мне. Да? Ну еще чуть-чуть. Но он говорит, что Раби Цвиуда таким образом старался устранить у нас его учеников колебания и сомнения в отношении процесса дюлы, которые происходят у нас на глазах, отвергая утверждения говорящих. Но какая же это дюла, когда ее провозвестить люди нерелигиозные? Отвечал им Раб Цвиуда, приводя слова Раби Йошуа, утверждая, что может быть ситуация, когда происходит дюла даже и без предварительных швы. Да? Да. Вот теперь мы переходим к нашему времени. На мой взгляд, это как бы самая интересная вещь. Ханан Парад это писал, я думаю, лет 15 назад. Он писал, когда на его глазах происходило то, что называется по-русски милам и хубес, это размежевание. То есть, он, на его глазах, он видел, что происходят кризисы. И все идет не просто не по плану, народ не делает швы. А вообще весь этот процесс, он сопровождается какой-то ломкой, какими-то кризисами. И тогда, по-видимому, это приводит его к мысли о том, что может быть некоторый третий процесс. Вот я как бы, мне кажется, что вот то, что мы видим перед нашими глазами, в каком-то смысле можно объяснить действительно вот этим третьим процессом. Какой? А процесс это называется? Шува осуществляется в процессе геулы. Шува осуществляется в процессе геулы. Вы можете в меня закидать тапками, ботинками и так дальше, стульями. Вот у меня такое ощущение, да, хотя может это звучит банально. Вот Миша тоже говорил там про капланы, то есть это висит в воздухе. То, что мы видим, эта ломка, которая происходит на наших глазах в израильском обществе, это подспудное понимание и желание не согласиться с этим, что государство Израиль может продолжать существовать без какого-то вида идентификации с иудаизмом, с увой, с возвращением к религии как угодно. Этого не может происходить. Я сейчас говорю, как бы, ну, более-менее от себя тяну, да? Это мой вывод. От себя тяну, да. Я вижу, что родственники, например, часть моих нерелигиозных родственников, они в последнее время стали гораздо более, я бы сказал, агрессивно, гораздо более активно реагировать на меня. Видя меня, представителя другого лагеря. В общем, я вижу, я вижу, у них реально происходит ломка. Они понимают, что так работать не может. Так в виде нормального хилонистского государства. В общем, самый главный аргумент, который я привожу, это аргумент такой. Значит, мы видим, что вещи, которые оказались в глазах людей рациональных, которые живут в соответствии как бы с логикой, да? Вот с их логикой они пытались сделать ослов. Это было совершенно в их глазах, да? Совершенно разумный процесс. Сделать мир, договориться со всеми. Осталось только немного. Договориться с арабами, сделать новый ближний послов. И все будет кайф. Все. И то, что это не произошло, в моих глазах, да? В моих глазах. Это действительно... Это то, что произойти не может. Всевышний этого не хочет. Он не дал этому произойти. Это они то, что они до какого-то времени не могли понять. Почему арабы не соглашаются? Почему на все, что делал Перес недоброй памяти и так дальше, почему это не произошло? Однако это не произошло. И вот сейчас второй этап. И мы видим это на каплом. Мы видим это демонстрации 5-й и 10-й. Почему? Потому что я думаю, что у них точно такое же ощущение. Для них жуткое. Что дальше так продолжаться не может. Не прошло первое, и второе тоже не пройдет. Поэтому вот ответ на спор раби Лезера и раби Йошоа, мне кажется, в каком-то смысле мы видим перед нашими глазами. А именно, что это не черное-белое, есть шува, вас возвращают. Либо нет шувы, но наказывают народа, и народ возвращается сюда. Нет, мы видим очень сложный процесс. И это процесс ломки, который происходит на наших глазах. И это действительно часть божественного плана возвращения народа сюда. Теперь дальше я заканчиваю. Просто прочту очень классно. Пишет совсем в конце Ханан Парад. Со свойственной ему эмоциональности и так дальше. Он пишет. Если кто-то из нас надеется, что изменение духовного климата в Израиле произойдет само собой после начала освобождения, происходящего на наших глазах, то опровержение этим наивным мечтаниям проявляется в виде таких кризисов, как и знание евреев из Глушко-Атифы и болезнь у процесса ухода от падающей части общества. И мы осознаем, что без возврата к источникам веры это не может продолжиться. Говорит, а какая Тахлиц? Что мы должны делать? А Тахлиц звучит так. И только если мы осознаем смысл этого процесса во всей его глубине, мы сможем обратить процесс размежевания и разрушения в процессы созидательные, которые смогут обозначить новую стадию в процессе Шавей-Цейон. Возвращение евреев из растения в землю Израиля. Стадию сионизма света. Поэтому в каком-то смысле все то, чем мы занимаемся все это время здесь, включая Маханаем, включая другие организации, это все именно это. В каком-то смысле мы являемся частью вот этого градиозного процесса, продолжая вот этот спор между двумя странами. Ты говоришь, что основной седущего, она на самом деле, я имею в виду, по-моему, это хитрое, да, исключенное, и она по-моему, 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 в процессе, как вы говорили, это просто чисто, это просто чисто сейчас, да, и ты понимаешь, по-моему, по-моему, ты понимаешь движение Еврославия Израиля. Да, да. И я не то чтобы призываю, но мне кажется правильно. Это где-то пересекается тем, что говорил Миша на мистическом плане, да, то, что это ГУФ один, то есть это душа одна, и дальше общая. К людям, которые стоят против нас, да, по ту сторону баррикад, надо стараться относиться снисходительно. У них реально происходит ломка, и то, что мы знаем, как бы, почему это происходит, не надо, как бы, преподносить в виде того, что, так, ребят, ну вы идиоты, конечно, все, потому что они тут же чувствуют, да, что начинается КФИА, что начинается АДАТА, все эти слова, почему, почему, потому что они понимают, что тут все идет туда. Это очень сложный процесс, и слава богу, что мы являемся свидетелем этого процесса, и мы можем как-то, как бы, литров. Окей? Ну, все, я, наверное, закончу. Спасибо. Сейчас, ты хочешь там что-то переключить, да? Хочу делать что-то просто. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...